Давайте тогда начинать. Коллеги, приветствую вас на деморелизе Visiology. И сразу перейдем к третьей версии. У нас в третьей версии много важных обновлений в этом релизе. Так, одним из ключевых изменений, которые, думаю, очень многие ждали, это ограничение доступа к данным, безопасность на уровне строк. То есть теперь у нас не нужно создавать новые наборы данных для разграничения доступа к данным. Достаточно просто ограничить видимость строк для каких-то конкретных пользователей или групп пользователей в рамках одного набора данных. То есть здесь на скриншоте сверху видно, точнее на скриншоте снизу видно доступ, например, для администратора, как настроен. то есть ему все данные доступны, и для какого-то выброшенного пользователя настроен доступ с ограничением по какому-то из значений справочника, и, в результате, нам не нужно или отдельный дашбор создавать, или отдельный номер данных, можно переиспользовать и оптимизировать таким образом свою работу. Поддерживается несколько моделей, поддерживается статическая и динамическая модель. В случае статической модели у нас используются фиксированные правила для определения прав пользователей, а для динамической мы используем атрибуты пользователя для определения прав доступа. То есть динамическая модель наиболее актуальна в случае, если мы, например, используем какую-то внешнюю систему и получаем данные пользователя оттуда, и они у нас могут постоянно достаточно динамически меняться. Давайте посмотрим, как это выглядит в платформе. Начнем со статики. То есть вот у нас теперь появился такой настрой королей, роли безопасности. Значит, тут мы можем создать новую роль и настроить доступ на наборе, то есть какие-то ограничения сделать. Создаем, например, роль «Доступ к антосу и адатам», и после этого к этой роли добавляем пользователя или группа пользователя. То есть ищем, находим, то есть здесь у нас вводится или пользователь, или группа, то, что у нас подходит под страху поиска. В данном случае мы хотим конкретного пользователя назначить ему эту роль. Назначаем. И дальше теперь перейдем уже к настройке непосредственно. То есть мы настраиваем ограничения по табличной, то есть это те таблицы, которые у нас присутствуют в наборе. Для настройки у нас используется синтаксис DAX. Вот здесь в примере ниже вводится, как мы будем данные фильтровать, по какому шаблону нужно составить строку. То есть фильтруем, например, по «Дадим продукт», выбираем столбец «Бренднейм» и говорим, что вот у нас для этого пользователя должна быть, отображаться данные только по «Контос» и «Одатам». Все сохраняем. И теперь выйдем и зайдем под этим пользователем для демонстрации того, что у нас получилось. Заходим под этим пользователем, переходим к дэшборду, который на этом наборе данных построен, и, собственно, видим, что все данные у нас ограничиваются. И таким образом можно достаточно гибко настраивать разграничение доступа. Для динамики у нас используется несколько атрибутов. Это юзер-атрибут и юзер-арей-атрибут. Точнее, юзер-атрибут-арей. То есть можно настроить доступ на какие-то отдельные значения. То есть вот тут на скриншете сверху видим, что мы по таблице «Города» для столбца «Сити» настраиваем ограничение на атрибут со значением «Москва». Или, например, мы хотим на какой-то набор значений. То есть на скриншоте снизу мы видим, что у нас здесь страны, кантри. У них есть набор значений, в данном случае три. И мы можем настроить именно на весь этот набор этих значений. Опять тоже посмотрим, как это выглядит в платформе. То есть вот у нас есть пользователь. Мы сейчас к нему перейдем, например, Кушкин, и посмотрим, какие у него есть атрибуты. То есть ровно те, которые сейчас на скриншоте показывала, там Россия, Китай, Куба. И дальше мы идем в систему и настраиваем на набор данных. То есть здесь мы через дашбор закончили, чтобы было понятнее потом. У нас здесь четыре страны отображаются. Есть еще Франция. Для пользователя, для которого мы сейчас будем настраивать, нужно будет, чтобы для него только Китай, Куба и Россия были доступны. То есть переходим в данные, роль безопасности. Делаем примерно все то же самое, но только у нас строка с выражением будет немножко отличаться. То есть создаем доступ к странам, тоже добавляем это пользователя через строку поиска. И настраиваем на таблицу локация, кантри. Передаем, что хотим использовать массив значений, и в данном случае будем их брать из кантри. То есть эти кантри могут приходить в том числе и из внешней системы, и таким образом вы можете очень гибко настраивать права доступа на проекте. То есть выходим, сейчас тоже авторизуемся под этим пользователем, чтобы посмотреть, как у нас изменяются права доступа. Находим под пользователем, да, переходим, и сейчас увидим, что ему будет доступно только вот три страны, которые у нас были в справочнике. То есть что важно отметить? Важно отметить, что у нас ограничение доступа настраивается именно на набор данных. То есть далее, если вы для этого набора строите какие-то другие дэшбарды, то эти права доступа будут распространяться, и на эти дэшбарды, естественно, тоже. Это применяется в роли зрителей. Для синтезиса используется DAX, именно для фильтрации данных. Настройка осуществляется для пользователей, групп пользователей и работы с внешними системами авторизации, модификации по различным протоколам. Что еще важно отметить? Важно отметить то, что модель доступа разрешающая. Это означает, что если вы для набора данных не задали никакую роль, то пользователь может просматривать все данные этого набора. Если хотя бы одна роль создана, то пользователь не добавлен в рамках РЛС к этому набору данных, то он увидит соответствующее сообщение о том, что ему доступа нет, и нужно ему, чтобы администратор какую-то роль присвоил. Еще одним важным возможностью в этом релизе стала публикация дэшбардов на внешних ресурсах. То есть это доступ к дэшбарду без авторизации. Теперь можно публиковать дэшбарды с какими-то публичными данными на внешних ресурсах, и пользователям не потребуется авторизация в платформе. То есть перед настройкой у нас будет вот такое вот окно вводить с предупреждением. Что важно здесь отметить? Важно отметить, что на публикованном вот этом дэшбарде без авторизации данные могут быть недоступны, если. Если дэшбард использует данные внешнего набора данных, и если дэшбард использует данные, для которых настроены релизы. То есть это означает, что для этого набора есть какие-то особые политики безопасности в части данных, и просто так его опубликовать нельзя. Тоже давайте посмотрим, как это выглядит в продукте. То есть здесь сначала посмотрим, что у нас нет тех ограничений, про которые я говорила ранее. То есть у нас набор данных продажи, и на нем есть дэшбард. Мы потом будем публиковать дэшбард, но сначала проверим, нет ли у нас каких-то настроек на этом наборе данных. Мы видим, что на него он не внешний, то есть мы ничего на него не настраивали. Сейчас проверим еще РЛС, нет ли роли безопасности. Нет роли безопасности, тоже никаких нет. И сейчас у нас дэшбард статистикой продажи, он как раз на этом наборе данных. Перейдем в настройку, и вот здесь вот в поделиться мы тех просто включаем «Разрешить доступ без авторизации», копируем эту ссылку, и ее можно или на внешний ресурс какой-то встраивать, или просто ссылку передавать. Все, у нас пользователь попадает сюда без авторизации. Также в части лицензирования добавилась возможность деактивации пользователей. То есть это можно делать как вручную, так и настроить период, через который нужно пользователей деактивировать, плюс появились некоторые интерфейсы для лицензирования. Теперь можно деактивировать пользователей. Это, соответственно, позволяет гораздо более гибко управлять количеством пользователей, которые используют Visualogy. Таким образом это выглядит. Что поддерживается? Поддерживается просмотр параметров лицензии, просмотр списка активированных пользователей, автоматическая активация пользователей при авторизации в системе и автоматическая деактивация при бездействии более какого-то заданного времени. Его можно конфигурировать в конфигурационном файле. Тоже давайте посмотрим, как это выглядит. То есть вот у нас есть, например, 4 пользователя. Заходим. Тут у нас в настройках появилась вкладка «О лицензии», то есть можно ознакомиться с информацией. И пользователь. То есть здесь в первом столбце видно, активен это пользователь или нет. Можно его активировать. У нас лимит здесь 3 задан. Вот если мы активируем еще одного, то у нас вот, что нельзя, что лимит исчерпан. Мы сейчас попробуем еще пользователям авторизоваться, посмотрим, как это происходит. Вот мы авторизовались под пользователем и под администратором видим, что вот он у нас стал активен. И если мы сейчас будем пытаться авторизоваться еще одним пользователем, каким-то новым, то ему выведется сообщение о том, что у нас лимит превышен и ему нужно обратиться к администратору. Допустим, пользователь, собственно, обращается к администратору и администратор может кого-то деактивировать, если этот пользователь, например, уволился и больше не работает в компании. Все. И теперь наш пользователь может пользоваться из-за обучения. В части загрузки и работы с данными тоже, конечно же, есть у нас обновление. Мы реализовали загрузку различных форматов дат. То есть теперь как это происходит. Все загружаемые даты преобразуются автоматически в едином формате, и это, в свою очередь, позволяет легко настроить связи между таблицами, использовать их как ключи и дальше анализировать данные. То есть, например, у нас даты в одном формате, мы загружаем в едином, и даты в другом тоже в едином. Поддерживается такой вот набор форматов, можно подробнее ознакомиться будет в документации. Тоже давайте посмотрим, как это выглядит в платформе. У нас есть, допустим, календарь, и здесь дата у нас в формате день, месяц, год. И есть у нас набор данных, в котором таблица, и в ней дата вот в таком формате год, месяц, день, время. А мы сейчас загрузим эту таблицу, в которой у нас был изначально другой формат, календарь. И видим, что данный автоматический столбец с датами, он преобразовался в тот же формат, что и в платформу уже загружен. Все, мы загрузили календарь. Можем теперь его связать. По дате, эти две таблицы. И дальше. Собственно, анализировать данные. Можем создать график, добавить дату, добавить стоимость. Все. Вот так вот быстро мы настроили. Переименование таблиц. То есть теперь у нас при загрузке CSV файла тоже можно переименовать таблицу в случае, если она нам не подходит изначальное номинование. Или если такое номинование, например, уже есть, и мы просто здесь переименовываем и успешно данные загружаем. Также у нас теперь при загрузке данных с помощью HDBC можно добавить в комментарии в SQL-запросе. Здесь в качестве примеров приводится, что можно делать. Больше подробностей тоже документации. Реализованы с учетом диалектов наиболее популярную базу данных. Также теперь можно отменить загрузку данных в таблице в случае, если вы, например, писали запрос, поняли, что вы ошиблись, или, в принципе, передумали данные загружать, но вы знаете, что на обновлении будет долгим, загрузка будет долгая, и вы не готовы ждать, потому что часть интерфейса при этом, естественно, блокируется. То есть теперь вы можете нажать на кнопочку «Отмена» и отменить эту загрузку. Важно, что эта возможность у нас сейчас в режиме превью. По умолчанию она отключена, и для активации необходимо обратиться к администратору. Тоже давайте посмотрим, как это реализовано. То есть, допустим, мы выбираем Excel-файл. Он у нас достаточно большой, поэтому какое-то время будем грузиться. Мы тут все настроили. Разогружайте и поняли, например, что какой-то столбец лишний, или что, в принципе, нам эта таблица не нужна. И вы можете не ждать, а просто нажать на кнопку «Отмена» и дальше, например, удалить таблицу, если она нам не нужна. То есть мы просто удаляем и продолжаем работу дальше. Также у нас расширен перечень поддерживающих символов в названии таблицы столбцов. То есть теперь настраивать, сдавать название можно более гибко, если вам нужно какие-то спецсимволы использовать. То есть есть для столбцов перечень, который поддерживается, а в случае таблицы – перечень, который, наоборот, не поддерживается. То есть в документации тоже подробно отражено. Просьба учитывать. Удаление источника. То есть теперь у нас вот в таком списке, где есть источники настроенные, его можно удалить и избавиться от ненужных вам настроек. Помимо этого у нас при просмотре данных уже загруженной таблицы можно посмотреть тип данных, в каждом столбце, чтобы понимать, что с этими данными можно делать, что нет. Давайте тоже посмотрим, как это выглядит. То есть вот у нас есть набор данных. Мы переключаемся между таблицами и видим, что тут у нас второй строкой под названием отображается тип данных. В части экспорта данных у нас добавилась реализация того, что теперь, если вы переименовываете как-то в интерфейсе столбцы строки меры, вот здесь вот в вкладке виджет, то эти новые названия будут сохранены и в случае экспорта Excel файла. То есть давайте тоже посмотрим, как это вообще выглядит. Допустим, у нас есть таблица, добавляем туда бренд-нейм, выручку и еще столбец с менеджером. И, допустим, мы хотим переименовать на более информативные названия. То есть у нас теперь на визуализации отображение именно то, которое нам нужно. И в случае, если мы пойдем эти данные экспортировать, потом открываем и тоже увидим, что у нас ровно те же самые сейчас номинования столбцов будут и в файле. В части расширенных возможностей у нас появились новые переменные для форматирования виджет таблицы. То есть появилась переменная колонка, возвращает название столбца в таблице, индекс колонки возвращает позицию столбца и индекс строки возвращает, соответственно, позицию строки. То есть использовать можно для разных кейсов, для разных сценариев. Вот один из примеров – это, например, если вы хотите какую-то строчку по какому-то признаку покрасить, то можно просто использовать row-индекс. Если вы хотите что-то сделать со столбцом, здесь тоже, например, мы красим цвет, то тут можно использовать колон-индекс. То есть возможностей стало для каких-то кастомизаций больше. В части снятия ограничений тоже появились некоторые возможности, точнее, поддержка некоторых возможностей. Это поддержка фильтрации по дате, в случае, если мы в виджет-фильтр используем тип данных дата. Это вывод даты в первом столбце в сводной таблице, тоже если мы именно тип данных, дату выводим. И это детализация по дате, то есть это проваливание в случае со сводной таблицей. Вот такой вот историй теперь можно разворачивать. Часть удобства. Тоже много новых возможностей появилось. Во-первых, у нас поиск пользователей, групп пользователей при настройке доступа теперь реализован. И при настройке доступа к рабочим властям, и при настройке доступа к наборам данных. То есть везде теперь, если мы начинаем вводить какое-то название, то у нас вводится, соответственно, пользователь, группа пользователей, подходящая под строку поиска. Тоже давайте посмотрим, как это выглядит и где это находится. Вот, например, настраиваем доступ на рабочую область. Вот у нас поиск происходит. То есть настройка буквально пара кликов теперь. Если мы, например, хотим настроить доступ на набор данных, то тоже здесь в общем доступе в настройке у нас поиск именно по части строки. И теперь, если мы, например, зайдем под пользователем, у которого есть соответствующие права, вот мы на внешний набор данных тоже можем настроить доступ таким образом. И тоже здесь поиск и по пользователям, и по группам пользователей осуществляется буквально в пару кликов. Помимо этого можно переименовывать в загруженные таблицы столбцы без необходимости загружать данные повторно. То есть если вы данные загрузили, поняли, что названия не подходят, можно их тоже в интерфейсе переименовать. При этом названия столбцов у нас автоматически обновляются, в том числе и в мировах, сохраняется связь в модели данных, то есть не нужно модель заново перенастраивать. Но если таблица, столбец или меры, которые вы переименовываете, уже были добавлены на какой-то виджет, то переименование может привести к некорректной работе виджета и необходимости его перенастройки. Также, так как у нас в случае, если данных в фильтре много, то строка поиска, как правило, по умолчанию нужна, мы сделали ее включенной по умолчанию, если вам все-таки не нужна, ее все так же можно выключить в настройках. И добавили разделитель, который позволяет разделять разряды чисел в таблицах, то есть теперь можно просто включить опцию разделителя разрядов и вот так вот визуально представить данные с разделителем по тысячам. Помимо этого, в случае, если у пользователя нет каких-то прав доступа к данным, например, виджета, это наиболее актуальный случай с РЛСом, то пользователь увидит вот такое предупреждение и после этого сможет, например, расходить к администратору, чтобы ему дали соответствующие права. Добавили ссылку на документацию в наш интерфейс, чтобы при необходимости пользователи могли обращаться именно к нужной версии платформы, то есть если версия 3.7 стоит ссылка на документацию 3.7, то есть доступ тоже максимально быстрый. И улучшили контекстное меню рабочей области, то есть добавили такой вот разделитель, элемент отделяющий, чтобы отделить элемент удалить и избежать случайного удаления. И добавили еще тут тип с полным номинованием. В актуальном случае, если названия какие-то у нас большие у таблиц и у столбцов, теперь к наведению тоже вводится, но просьба учитывать, что ограничения все-таки есть. Это 256 символов. Также для удобства настройки визуализации, настройки мер, сделали так, чтобы не нужно было переключаться на манель-демон, чтобы посмотреть связи между таблицами, собственно, при настройке визуализации. То есть теперь вот такое вот окно у нас выводится. В части администрирования из важного у нас обновилась версия Киклака, то есть обновили на последнюю, наиболее актуальную, более безопасную. И добавилась возможность настройки тайм-аутов на загрузку и визуализацию данных с учетом именно особенностей проекта. То есть можно, например, более гибко настроить тайм-ауты для загрузки данных с помощью GDBC, для HTTP-запросов, для визуализации данных, более подробная информация, описанная в документации, и просьба, опять же, учитывать, что если у меня эти тайм-ауты, то их значения могут как-то повлиять, в том числе и на работу других модулей платформы, поэтому подходить к этому нужно с большой ответственностью. В части визуализации 2.36 провели работы по повышению безопасности и стабильности, в части улучшения логирования, улучшения контроля доступа к данным. Коллеги, у меня на этом все. Всем спасибо и жду вашей обратной связи, вопросов и, конечно же, ваших обновлений на новый релиз. Спасибо.